Всем привет и слава Украине! Сегодня у нас воскресенье и с традиционными и долгами недели хорошо знакомый и любимый вами Владимир Ковченко. Приветствую, Влада, рад тебя видеть еще. Героям слава категорически приветствую уважаемых зрителей и уважаемого везущего Гелу Васадзе. У кого остались остатки совести, подписываемся на канал, лайкаем, материм спикеров и тому подобное. Аминь. Володь, мы когда заканчивали прошлую передачу, ты сказал, что нам главное к следующей неделе не забыть Сочи. Это действительно так, потому что столько происходит за неделю, а встреча была в понедельник, но забыть Сочи нам не дадут. Будем помнить еще долго. Поэтому я понимаю, что тема обсасывалась на канале буквально со всех сторон, но тем не менее, твои впечатления и твои выводы по тому, что произошло, доктор, что это будет? На самом деле полностью с тобой согласен. Тема разобрана только на твоем канале вдоль и поперек, но с другой стороны, не предоставить мне слова по такой жирной теме, это было бы высшая степень неуважения. Ну смотри, Сочи, на мой взгляд, это был один из элементов ситуативно завершающей одной, большой, тупой, как карандаш, но оттого не перестающей быть ситуативно эффективной информационно-психологической операцией Кремля. То есть почему она для него эффективна в имиджевом плане? Потому что завершающий аккорд вызова на ковер к сюзерену двух лидеров, притом в логике Кремля абсолютно в той же самой мотивации, будучи, одинаковой мотивацией для обоих, будучи, как бы сказать, не в силах не приехать, хотя обсуждалось разное, ну и чего уж там, надеялись мы, что такое произойдет. В этой логике для Кремля все сработало. Я просто напомню, что она, это ИПСО шла тупо, шла каскадно, условно говоря, она началась с Валдая, продолжилась выпуском из клетки Лукашенко на селекторном совещании ВДКБ. Дальше, как ни крути, это протест в Карабахе и под флагом Волкова-Варданяна, и под прямым финансированием, неважно в чем, и так далее на фоне всего этого. Ну и, собственно, Сочи, которая перевела вот это как бы нынешнее ситуативное урегулирование Карабаха, или там танцы вокруг мирного договора, в предвашингтонскую фазу. То есть сам факт того, что уже кое-как обозначена встреча в Вашингтоне в обозримом конкретном будущем на уровне министров иностранных дел, если я не ошибаюсь, это является свидетельством того, что Кремль своих целей на земле или на бумаге, вот, он их не достиг. Что, на мой взгляд, надо добавить к вышесказанному по встрече в Сочи и подчеркнуть отдельно? Там, помимо того, встречи втроем, гораздо дольше по времени, Путин встречался в двухстороннем формате с каждым из лидеров двух стран. Поэтому там он, буду говорить максимально простыми конструкциями, там он угрожал. Набор угроз у него достаточно известен. Для Никола Пашиняна эти комплекс угроз доходил до прямых физических угроз даже. Мы это много раз говорили. Я бы, чтобы выделил, опять же, повторюсь, в логике Кремля, в двухстороннем формате с Пашиняном, Путин говорил следующее, что, я упрощаю, конечно, но звучало следующее, будешь подписывать что-либо без нас, мы оставляем за собой право руками Азербайджана бить там, где захотим. Это один такой момент. Следующий момент, безусловно, было давление и угрозы в адрес Баку в лице Ильхама Ильева. Звучали они следующим образом. Подпишите в двухстороннем формате, вне нашей, рамок нашей модерации, какой-то мирный договор. Мы ситуацию в Карабахе, из которой она перебывает де-факто, переведем ее в формат де-юре. Когда, я говорю де-юре, когда Ереван будет исключен из каких-либо рычагов влияния на происходящее в Карабахе. А будете иметь дело с нами в двухстороннем формате. Я много раз в предыдущих программах говорил, что потеря или отсутствие, или отсутствие перспектив получения субъективизации или субъектности в этом процессе Еревана, это угроза, само собой, для Армении, но также это экзистенциальная угроза и для Баку. Вот сейчас мы проявлением этого дела всего как бы и наблюдаем. Через «Коммерсант», я думаю, многие посмотрели, кто занимается этой темой, было, скажем так, программное интервью Варданяна, где там они друг с другом, журналист и спикер друг друга стоили. Параллельно пошла ответка из Баку по линии калибера, которые дошли до того, что там фразы звучали примерно как «Рубе, наглядывайся». И так далее. То есть это тоже маркер некой эскалационной спирали. Но ситуация, как тебе сказать, дальше это все дело, буквально вчера прошли новости, опять же, они были. Тут же вопрос, опять же, не о фактаже, а о том, что они именно на данном этапе, именно через известное издание «Калибер» была запущена информация с конкретными видеодоказательствами о том, что по новой Лачинской дороге с территории Армении, но под видом гуманитарного груза, сопровождаемого «дорогими миротворцами», в кавычках, везутся на территорию Карабаха, пребывающую под российским военным протекторатом, конкретная номенклатура вооружений и техники. Сразу отмечу, там было названо «десяток ПТРК», там мины раз, два, три, четыре, пять, ящики, фото показанные передали. Номенклатура никакого особого на данном этапе значения, на мой взгляд, не имеет. Более того, я бы сказал она ни о чем, но о чем надо сейчас трезвонить и говорить, что все два года мы подходим к дате 10 ноября, двухгодичной дате, вот все два года россияне туда завозили все, что хотели, гораздо больше, чем вчера было озвучено на «Калибре». Все прекрасно в боку это знали, все это фиксировалось, все это завозилось вне рамок, скажем так, гораздо больше того, что было подписано на бумаге там 1960 человек и номенклатура техники. Все это не так, все это нарушалось с первого же дня. Очень много разговоров шло об отсутствии мандата у российских миротворцев, сейчас всплывает в этой эскалационной спирали вот сообщение о том, что дважды, дважды Баку не согласился на предложенный Москвой формат мандата для их так называемых миротворцев, но почему-то умалчивается о том, что с десяток раз Баку предлагал свой формат мандата для этих самых миротворцев, и тут уже не соглашалась Россия. Поэтому в этом плане то, что мы сейчас наблюдаем, отсутствие мандата это не сдобуток украинский, это не достижение Баку, это его проблемы на самом деле. Даже в этот период до 2025 года, вот и так далее. Поэтому в этом плане, в этом плане, что бы я хотел сказать, повторить сам себя, попугайничая уже подряд два года, в дальнейшей модерации, в дальнейшей модерации Карабаха, Кремль поддерживается своей стратегией доставки на поражение обеих сторон. Я это выступал с этим тезисом в открытых форматах, в закрытых форматах, в трех столицах и так далее. Ничего сейчас в этом деле не поменялось. Как у него это получится? Получится это у него плохо, но это самое плохо, на которое мы все надеемся, зависит от, ну пора бы уже, разговоров в двухстороннем, реально безотносительной географии, не считая Сочи и Москвы, между Баку и Ереваном. Когда в определенный момент Кремль или на уровне угроз, предложения от которых нельзя отказаться, от них все-таки откажутся лидеры двух противоборствующих стран. Ссори за такую расплывчатую вводную часть, но требую уточняющих вопросов. Будут уточняющие вопросы. Во-первых, ставка на поражение обеих сторон. Ты уверен, что это, скажем так, корректное определение? Может быть, ставка не на поражение, а может быть, ставка на бесконечную войну обеих сторон, потому что поражение... Да, да, но я опять же вынужден повторяться. Я когда об этом... Два момента. Я вижу это то, как видят в Кремле, и я это утверждаю. Второй момент, это я не говорю, что это хорошо или плохо, и что у них получится. А что означает поражение обеих сторон? Ну мы это обговаривали многочисленно. Армения сейчас продолжает два года висеть в дихотомии психологической, фрустрационной, если хочешь, между тем, что Россия кинула или Россия спасла. И вот это подвисшее состояние Кремль устраивает. На этом он и погорит, на самом деле. Но он эту ставку зафиксировал, и это его устраивает. Что касается Баку, здесь есть официальная логика, опять же, Баку, с которой спорить бесполезно. И я приветствую ее придерживание в том плане, что вопрос Карабаха закрыт в обсуждении дальнейших мирных договоров и дальнейшего регулирования. Так-то оно так. Но де-факто мы видим, что этого не произошло. И сделать реальное состояние на земле, играя, понятно, не в таких условиях с азербайджанским обществом, как в Армении, чтобы сделать эту победу как минимум неполной, на поле боя, которая сделала так, чтобы дипломатия или все остальное Азербайджана не соответствовали победе на земле в 44-дневной войне, во второй фазе кампании, продолжающейся войны за Карабах. Но это Кремль делает, мы это сейчас наблюдаем. И небезуспешно, почему я говорю? Ну, послушайте, когда, например, что-то ляпнул, не подумав, в интервью Макрон, давайте вспомним, какая была реакция. Когда привезли мадам Перкес, давайте вспомним, какая была реакция А сейчас выходит Рубен Варданян и рассказывает там про тысячи квадратных метров, на которые претендует, намекая на статус и так далее. Все прекрасно понимают, что это с замахом там чуть ли не на Физули и Джибраил, имея в виду. Не говорится, но намекается. И реакция идет только через калибр. Такая перепалочка идет. Один, два, три, четыре, пять. Но говорить о том, что многое зависит от субъектности Еревана, которую Москва будет сбивать всячески, но я устал об этом говорить. Потому что, ну слушай, помнишь нашего общего друга фразу, не публичную, но она стала крылатой, что на самом деле не Армения оккупировала Карабах, а Карабах оккупила Армению. Начиная с 99-го года де-факто по политическому устройству, по экономике и так далее. И вообще кто кому Рабинович, саму Армению. И сейчас мы заходим опять на общую фазу. Вот не в военном смысле слова, а в общем. Сейчас опять запускается кандидатура, которая на теме Карабаха пытается зайти в политическое поле в Ереване. Получится это у них плохо, опять же, немножко понимая то процессы в Ереване, настроение тех же армян и так далее. Но инструментарий, как минимум, в Армении эскалационный, он достаточно, скажем так, объемный на данный момент. Поэтому я и говорю, что как ни странно, как ни странно, под определенным углом. Я сейчас представляю, что из обеих стран зрители захотят мне вызвать санитаров, но мы придем к тому, что Ереван с Баку, не признаваясь друг другу, чуть ли не ситуативными союзниками, окажутся в развитии мирного процесса и так далее. Sorry. Вот поэтому вот это я имею в виду в логике поражения обеих сторон. Я не говорю о каком-то разгроме на каком-то участке фронта и так далее. Понимаете, если Кремль доведет неподконтрольно для себя срыв в военном плане ситуации на земле или модерируя ее как-то кем-то, это ему не на руку в нынешних условиях. А что касается, опять же, это важно проговаривать, чтобы зритель понял. Слушай, даже до 24 февраля, вот если брать отдельный карабахский ПВД, чтобы они туда не завезли, на 102 базу вдоль границ ФСБ, на территорию Карабаха под своим эффективным, чтобы они тогда даже не завозили, у них они не могут стать там геймченджером, если боевые действия будут проходить только так. Я уже молчу после 24-го, 02-го, как они проредили 102-ю базу, хотя я неоднократно повторял, то что мы возвращаемся к сюжету на Калибере, что именно контидент Карабахи был наименее прорежен на фоне группировки из Абхазии, на фоне группировки из Хенвальского региона, на фоне группировки Таджики. В Абхазии тоже наименее прорежен. Наименее, но больше, чем там спецназ вывозили, технику не трогали и так далее. 102-й базы, таджики и далее по списку. На фоне этом, там речь максимум шла о ротации, несмотря на то, что с бэкграундом службы в Карабахе есть убитые и пленные на Украинском фронте. Вот этот момент. Но мы все прекрасно понимаем, что если, не дай бог, эта ситуация сорвется, я опять же возвращаюсь к вторым, третьим фронтам, в моем спище призывом ни к чему не будет. Я просто комментирую то, что вижу сейчас. И то, что развивается в формате, слишком очевидно, чтобы быть правдой. Но, скажем так, асимметричных, гибридных, пардон за такое определение, рычагов давления на обе стороны, в логике Москвы, Кремль сохраняется. Ну, вот так. Очень важный момент, к которому мы обязательно вернемся по поводу рычагов давления. А сейчас немного о проекте Рубен Варданян. Помнишь разговоры по поводу того, а может быть он все-таки американский проект? Ну, смотри, дело. Хорошо. Пусть хоть новозеландский, мы упираемся в обычный формат, где КПП. Понимаешь? С одной стороны, вот такие пассажи Варданяна и вот эта подсветка, повторяюсь, не то, что это произошло, постоянно завозили. Вот тот, скажем так, две эскалации, которые мы обсуждали в августе-сентябре этого года, в частности, связанные с минами, с маркировкой 21-го года, их провозили русские, и их провозили известно по какому коридору, каким бы это ни было. Все. Поэтому претензии к Еревану, они обоснованы, но претензии только к Еревану, они выглядят неубедительно. Давай говорить уже прямо. Все. Следующий момент. По поводу Варданяна, наибольшей проблемой для Бакуна длинную, может быть, если сбудется теория специальных тбилисских бабушек со специальных тбилисских лавочек, о том, что это некая согласованная фигура между Кремлем и двух или трех личным Западом. Окей, это тоже мы обговаривали, википедийная часть биографии говорит о том, что в тех же Соединенных Штатах у него могут быть связи. Уважаемые спикеры на твоих каналах говорили, что он чуть ли не был ко-спонсором визита мадам Пелоси в Ереван. Я, грузинский центр стратегического анализа пока не может не подтвердить, не опровергнуть свою причастность к этому. Но тут опять же вопрос упирается в простой момент. Друзья, два года, два года говорили разное. А Райкеры и Джуньяны дали по списку, которые являются военными преступниками для Баку. Но мы пришли к тому, что с ними на земле имея дело по воде, по свету, по другим коммуникациям. При смене маршрута одного Лачинского на другой, выселении населения из Лачина и других известных населенных пунктов. То есть полевая коммуникация была. Сейчас выходит более респектабельный человек визуально и предлагает, по сути, такую же коммуникацию, но более конкретно обозначая хотелки Кремля на Карабахском фронте. И если будет зафиксирован мирный договор между Баку и Ереваном, это надо только приветствовать и как побыстрее. Но возникает новая угроза. Помнишь, мы спорили, к чему регион ближе к сериализации или к скинвализации? Ну вот вычеркивание Армении. Я не думаю, что оно произойдет так резко. И капсулизация этого контингента оккупационного, я всегда все два года говорил, на территории Карабаха по отношению к Азербайджану, она будет отдаленно, 39 попугаев будут напоминать 26 бакинских комиссаров, будут напоминать перспективу цкинвальского варианта, как ни крути. По поводу Варданяна, кстати, по поводу Варданяна, мы так на мягких лапах подходим к главной теме, я тебе ее не скажу пока. Но по поводу Варданяна, говорят, Алиев на встрече в Сочи выразил крайнее недовольство и возмущение приезду Варданяна, а Путин ему ответил, что он вообще ничего не знает, об этом не владеет информацией. Ну, либо болеем за обе команды, это в отношении того, что я был бы только рад, чтобы Путин об этом ничего не знал. А вообще было бы прекрасно, это джекпот был бы, вот, в принципе. Потому что, опять же, о том, что в Кремле нет единой стратегии, там разные олигархо-силовые ветви, башни, крылья борются между собой, мы тоже это проговаривали, касаемо только армянского фронта, мы сейчас наблюдаем. Кстати, 335 еле-еле на площади Франции, или не помню где, вот, под спич Рубена Варданяна попытались, так называемые реваншисты, опять же, не хочу никого обидеть, да, вот это армянский термин, пытались собрать на этом фоне. И тут уже речь идет не столько об ОРХ или финансовом ресурсе этих самых реваншистов, это показатель настроения армянского общества. Тоже самая зеркальная картина, когда 40 тысяч, говорят, собралось в Карабахе, под Сочи, вот, сколько бы там ни говорили о 8 литрах бензина, о деньгах, волков с Варданяном, выделяли и так далее, без инициативы снизу, естественно, не, которая свидетельствует о нежелании быть гражданами Азербайджана, это тоже как бы свидетельствует на контрасте. Ну и это свидетельство того, что пока наш фантастический в моей системе координат единственный нормальный вариант дальнейшего развития событий, когда подписывается мирный договор, а армяне Карабаха живут в Азербайджане в качестве граждан Азербайджана, выглядит как фантастика, признаю. Пока так. Да, выглядит как фантастика, я ты сам знаешь, что мы много говорили о прямых переговорах, но сегодня прямые переговоры прямые переговоры, да? Ну вот сегодня для меня это тоже выглядит как фантастика, что возможно будет что-нибудь достичь на этих прямых переговорах, потому что Россия стала агрессивной. Россия стала... Ну, а как по-другому? Ну, можно же опять же, и слабость опять же позиции, если апеллировать вдруг, не дай бог, что произойдет к международному сообществу, состоит из двух моментов. Сколь бы мы, то есть для вывески, Баку сам позвал миротворцев, но мы прекрасно понимаем, что они сели и приехали. То есть тут опять же такое некое деживио о неизместности позиции и позиционирования. Все 44 дня и авторил официальные позиции Баку, которые до 9 ноября звучали следующим образом. То есть когда стало... И во всех фазах этой кампании, и со средины октября стало убедительно звучать следующее. Ребята, хоть инопланетяне, как ты говорил, голые с копьями, кто угодно, любые миротворцы, любой национальности по линии государственной границы между Арменией и Азербайджаном. Это я возвращаю два года назад. Нас и себя. Но все прекрасно, подспутно понимали, к чему это все идет. Пришло к выполнению единственного пунктика, который нужен был к Ремлю, плана Лаврова. Туда зашли миротворцы, якобы по приглашению. Но зашли они туда силой. Они просто сказали, мы садимся и едем. Вот и все. И уже после этого, опять же, я, ты, мы чуть ли не адвокатами выступали логики, почему не надо было дожимать Ханкен. Все. Мы сейчас происходим. То же самое, а сейчас получается, что риторика о 40 компрочекосах ЕС, которые переехали из Грузии на территорию Армениев-Границы, в Баку это вызывает более праведный княв, чем то, что сейчас творят миротворцы. А почему? Ну, что те на земле есть, а эти 40 человек, это только в плюс для Баку. А почему-то это политически сейчас непопулярно. Это один момент ссоры за сумбур. Второй момент, об этом тоже надо говорить, никакой эскалации в своей финальной предвыборной логике сейчас категорически не заинтересован на Южном Кавказе-Рдегам. Это тоже момент достаточно интересный и весом. Ну, вот как-то так. Кстати, Тойву Клару очень интересную фразу сказал по поводу «Во время Сочи». Во время Сочи он сказал, ребят, а мы там на два месяца. А мы там на два месяца, потому что это вообще не... Это вообще грузинская миссия. Вообще миссия. У нас не финансирование, ничего нет. Из чего вы взяли, а как дальше? Мы ничего не решаем и так далее и тому подобное. То есть... Ну, правильно, мяч этот? Нет. Ну, правильно, но это опять же старая песня. Ну, лотерейный билет должны покупать те, кто хотят выиграть лотерею. А Господь Бог потом из-за тучки моргнет. Хоть в лице твоего Клара, хоть в лице далее по списку. Да, то есть, он сказал, ребят, вы как-то определитесь. Другой стороны, вот по поводу определитесь и по поводу, чего мешает и по поводу ресурсов России. Смотри, всегда ресурсом России на Южном Кавказе была грубая сила. Да. Не обязательно грубая сила в виде прямой военной агрессии. На самом деле, это была только один раз прямая военная агрессия. Прямая. До этого были гибридные военные агрессии во время всех воин, участия и так далее. Но, кроме всего прочего, у них был еще и целый набор санкций. Ну, это можно вообще по истории Грузии времен Миши изучать. Пункт первый мораторий на торговлю. Бойкот за пресс торговли. Пункт второй высылка всех граждан, которых поймают, на которых воевают. Ловили буквально чуть ли не на улице в школах и так далее. Пункт третий отключим газ. Если не будут брать, отключим газ. Отключим газ и отключили. Пункт четвертый это дипломатическое политическое давление везде, в том числе и на Западе, что-либо того, это безумец. А на местах это давление уже военное. И пункт пятый уже непосредственно прямая военная. Ты сейчас все перечислил то, что в точке двухстороннем формате говорилось Николу Пашняну. Так или иначе. Просто говорить это Алиеву бессмысленно. Только Николу Пашняну или Николу Пашняну и Ильхаму Алию. Вот. Ильхаму Алию только не в таком наборе. Главные месседжи мы в первой части программы на мой взгляд озвучили. Вот и все. Потому что ну переходить в прямую агрессию я не думаю, что так Москва зарывалась. Переходить этот потому что ну сейчас посмотрим как будут развиваться события. Понимаешь вот этот вот этот кейс с завозом систем вооружений в Карабах последний подсвеченный назовем его так. Хотя я уверен это все в плановом порядке два года есть. Но подсвеченный. На фоне невыполнения подчеркиваю Москвой через Волково кого угодно Шойгу неважно. Главного пункта для Баку по разоружению выведению незаконных вооруженных армянских формирований назови их как угодно. Хоть там со срочниками этими контрактниками хоть с местными армянами суть это не менять. Вот на фоне вот этого но это толчок к Баку ставьте КПП а мы на это посмотрим. Тоже такой некий элемент давления торга потому что сейчас не продавливать КПП ну слушайте возникают вопросы тогда тогда ждем тогда просто ждем наблюдаем имея ввиду терпим терпим это я логику Баку говорю имея ввиду что ресурсно под Херсоном под Сватово и далее по списку они провиснут так что в шеи их доедят таким образом в украинских окопах что там даже в мыслях их не будет дернуться в кармане но ты же понимаешь что может быть и по-другому а вот ты понимаешь в чем дело вот я к этому я же говорю я к этому подводил и подвел ты понимаешь в чем а на мой взгляд у них уже нет ресурсов вот вот 5 пунктов перечислены да и кстати все 5 пунктов все 5 пунктов да вот все 5 пунктов они провалились в Грузии не ну да там есть там по другим причинам но провалились тогда к примеру даже есть информация много спекуляций в формате вот этих уколов зонтиком в прямом и переносном смысле этого зонта или как во дворе у нас говорили понты зонты под этот формат ложилось и визит Пашиняна сразу чуть ли не из Сочи даже не ясно залетал да да в Иран да и вот есть опять же выглядит на мой взгляд пока как хотелки или надежды что даже через эту суженую трубу из Ирана которую штангенциркулем вымерял Миллер лично чтобы она там не стала альтернативой можно там 6-7 раз или напор увеличить и даже в самом скажем так этом как называется эскалационном случае по пункту газовому давление на Ереван Иран может это как-то дело выручить но проблема в другом и для одних и для вторых Иран сейчас хорошо что сыпется хорошо что Иранки без хиджабов ломают эту конструкцию как могут Иран сейчас прокси России что на Украинском что на Южно-Кавказском фронте поэтому это ну это мое мнение я не согласен со словом прокси он союзник России союзник да даже Россия очень ну понимаешь как этот опять попугаев вспоминаю ощипайте меня хочу на это посмотреть чтобы Иран был ведущий а Россия ведомый но пока наоборот понимаешь мы же это понимаем четко достаточно я не скажу что это так вот ты понимаешь просто-напросто мы с тобой просто немножко по-разному я думаю оцениваем сегодняшний потенциал России потому что свои пять пунктов даже в Грузии они ничего не смогли сделать я знаю я знаю но мы а в Грузии не было ну когда была Грузия была принципиально другая ситуация другая ситуация с Россией а сейчас совсем другая я оцениваю я оцениваю потенциал России так как оцениваю в привязке к украинскому фронту да может быть я его завышаю скорее на фар но я по Южному Кавказу почему так говорю потому что три субъекта местных на уровне режимов реагируют каким образом касаемо Никола Пашиняна мы все живем в комплексе футбольных болельщиков с завышенными ожиданиями что он куда-то развернется а он пока этого не делает Тбилиси не дразнит просто не дразнит Россия исчезнет будет море а Тбилиси будет не дразнить точка Баку аккуратно пытается дразнить все я же не против но призывов к чему-то с моей стороны не будет понимаешь никто никого ни к чему не призывает просто смотри ну грубо говоря что мы имеем на данный момент мы имеем на данный момент два сценария окончания войны настоящей войны в Украине да да первая кстати завтра читайте прекрасный материал на сайте ЦАКР дел и Васадз я уже вспоминаю это не про украинскую войну это про другую войну я про войну в Украине это я про войну между Арменией и Азербайджаном а тут я говорю два сценария окончания мировой войны ага окей первый сценарий это 1917 год 1917 год дезинтеграция России и тогда вот то самое море которое не надо раздражать не надо а второй сценарий это сценарий ну опять таки возвращаясь к заголовку книги Метра Юлия Федоровна сценарий фашистской России которая закупрится которая будет под санкциями которая будет китайскими прокси и гранскими прокси каким угодно прокси но которая будет зубами держать и это это огромнейшая угроза нашему региону огромнейшая да ну в этом случае украинцы строят великую украинскую стену я не знаю насколько она будет похожа на китайскую но что будет здесь главное чтобы на Арсении я ценю кани было все остальное но что будет здесь а здесь то будет то что Россия будет пытаться с помощью Ирана и почему в принципе поехал в Иран заполнить свой вакуум сил да Иран Иран здесь подходит ну я я здесь полностью согласен мы кстати это обсуждали что эскалационный вариант сериализации региона почему Иран опять же такой философский вопрос что хуже например для Азербайджана стратегически это прямая агрессия нападением на Азербайджан там Сахчевана и с другого или заход в Армении где вдруг армяне встречаются с цветами вот на длинную что хуже а нет однозначного и то и то беда на оба ваших первый вариант понятнее первый вариант понятнее он убивает логику половинчастых решений самую худшую во время войны там сразу вступает логика взял мяч пиздяч понимаешь а вот второй вариант уже непонятно как это повертеть и зачем но мы надеемся что ситуация сейчас в Иране все-таки предреволюционная даже в азербайджанских пабликах появляется что великий народ южного Азербайджана просится в свою обитель ничего это пока кроме кривой улыбки не вызывает я имею ввиду посылы именно Азербайджана в этом плане но тезисы показательные на самом деле тут у нас иранская угроза здесь не меньше чем Иран рассыпется там или с Ирана что-то произойдет на самом деле у с Арастуном я отдельно коммент написал ну какая классная программа была на этой неделе там не только про Иран но про иранский фактор без Аруджу да без подобная программа просто по теме вот этой постсочинских зонтов понтов была самая лучшая программа просто словно спасибо Ирина от имени Арастуна я уверен это дорогого стоит но я тебе могу сказать вот что на самом-то деле смотри ведь ситуация складывается такая поражение России которая уже объективно она есть она отнюдь не снимает всех рисков для не то что я бы не сказал что она переформатив и здесь знаешь что здесь пожалуй самой важной страной в более глобальном смысле для нас может являться Казахстан началось ну ты же мою любимую тему можешь притянуть за уши куда угодно Казахстан почему я скажу почему смотри если мы говорим о нашем регионе если мы говорим о нашем регионе с Арменией болезненно очень плохо если там Москве удастся сохранить там свое влияние но грубо говоря это не смертельно для региона это уже есть это уже есть ну как бы это уже есть но хотелось бы чтобы так но если Казахстан не выходит из Москвы то вот тогда привет у нас большие проблемы мы ела ну тут все достаточно все проще косым же Марту Кимелевичу така его надо сейчас не переизбраться а устаканиться понятно что он заходит под свою победу все вот эти там танцы с бубнами прогрессивными кандидатами форматы демократизации все это прошу прощения несерьезно то есть он заходит на земле своей логике как только он утвердится дальше ему надо силовой блок подминать под себя разгоняя вот тех ребят которые сидят я уверен сидят после январских событий этого года на прямом контакте известности вот если он их или поменяет или устаканит под себя тогда можно разговаривать о каких-то перспективах и так далее а то что Москва даже закукленная фашизм в кавычках то есть там в России не будет фашизма классического в кавычках всегда говорим будет интернационализировать под себя экосистему войну и так далее вот это же объективно то есть здесь угрозы подчеркиваю угрозы в виде хотела Кремля по Казахстану но они же на поверхности от китайских грубо говоря бушлатов через Азербайджан кстати Басё канал Басё оппозиционный жесткий в Азербайджане я не знаю насколько эти сюжеты адекватные может пропаганда в плюс что через Казахстан сори если я сказал Азербайджан и говорился через Казахстан идет уже продукция в России определенная непонятного содержания там и так далее то что Кремль будет этого хотеть и в какой экосистеме в итоге окажется Казахстан но это очень интересно это от китайцев зависит которые я уверен сейчас согласны на такое посредниче это от турков зависит посмотрим как мягкая сила Турции будет действовать прежде всего в Казахстане а не в формате прежде всего кремлевской пропаганды там от уран и так далее или еще чего-то прочего например потому что мы эти маркеры увидим в ближайшие месяцы потому что этих чмобиков чмобиков русским благодаря интернационализации войны надо во что-то одеть и так далее во что-то одеть и чем-то накормить и вопрос недели или недели когда вот по маркеру иранские дроны вскрыли одно второе третье будет видно чьи бушлаты понимаешь будет видно чьи пайки нижума не хватит там даже обернуть их в армию России и так далее гитайские пайки гитайские бушлаты не знаю севернокорейские ну про одежду ты даже с Мишей говорил там севернокорейские севернокорейские понятно севернокорейские понятно нет я я да но Басё Басё канал Телеграм я не говорю что это так может это провокация наоборот в плюсе примерно как армянские истребители с пилотами на украинском фронте кто там это хабер или кто разогнал то что не имело ничего общего с действительностью точно армянские четыре истребителя было что они уже русским передали и они воевали это же была тут паника да да что-то 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 сейчас Басё делает сюжет опять же не надо на него сильно отвлекаться потому что я не знаю сколько правда они не говорят что внутри но там четыре фуры или сколько-то или нет четыре фуры я перепутал впервые открылось железнодорожное сообщение между вчера буквально северной Кореей и Россией и Приморьей после Ковида и вот там четыре вагона или сколько непонятного содержания а фуры на России из Казахстана из Казахстана потоком идут и там как бы подводят к мысли что возить там могут все что угодно в том числе из Китая но тут ты понимаешь это же информационное поле живет по своим законам но это всплывет потому что северная Корея с ней все понятно они снаряды поставляют ну вот я считаю что и иранская проксиизация и северокорейский заход в войну без кивания из Пекина невозможно ну никто меня в этом не убедит я просто в этом категорически нет я не говорю что китайцы горят любовью к Украине и так далее и тому подобное хотя я всегда хвастаюсь я считаю Global Times в этом Global Times вот действительно никакой особой есть ругачки американцев это традиционно но никакой симпатии к России точно я не наблюдаю а зачем в паблике подставляться симпатии к России а не действовать Global Times это газета которая им все равно подставляться или не подставляться они дают маркеры вот у нас у Китая такая позиция понимаешь через Казахстан что-нибудь тащит запрещенное в Россию имея российско-китайскую границу охрене громадного это бред но но весь вопрос я себе говорил что информационное поле порой живет своей жизнью отдельно в реальность когда в Китае в данном случае союзник ситуативный наш или же противник почему я говорю об этом в Казахстане Китай то что делает сейчас Такаев это необходимое институциональное переформатирование это понятно но что дальше мы с тобой говорили подаем мясо меняем конституцию переименовываем столицу вечно смотреть можно на то чем занимаются мои родственники да печально так вот это все понятно но теперь вопрос такой понятно что уход от России возможен с помощью американцев понятно что уход от России возможен хотя об этом тоже вопрос отдельный должен быть с помощью тура с помощью китайцев возможен уход Казахстана от России или нет 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 невозможно невозможно Китай оставит Казахстан в экосистеме России или не оставит а зачем все зависит от того в какой внутренней экосистеме зафиксируется Российская Федерация все только от этого мы же это описали две два поэтому поэтому я поэтому я на фарт скажу так по Казахстану я скептичен на уровне высшего военно-политического руководства что касается греет душу это настроение в казахском обществе они известны они как это или проукраинский или по-английски getting to be pro Ukrainian то есть это становится все больше проукраинскими но из того что я пардон знаю даже сейчас вот команда Такаева категорически не заинтересована подставиться под вторичные санкции для Кремля категорически не заинтересована то есть и отмахаться от предложений которые там серо-буро-малиновые 50 оттенков схемы ну просто такое законодательство что там по мелочи хоть в Грузии хоть в Казахстане могут мутить россияне то есть они технически не могут это одним махом перебить и по имиджевым моментам отношения и просто технически не могут но подставиться как по санкциям но они очень сильно этого не хотят вот это греет как бы душу ну вот так да но ты не забывай еще одну вещь им же нужно уходить и экономически от России нужно нужно я знаю сейчас завязаны на него вот так кстати это не только Казахстан как говорим Казахстан предполагает Кыргызстан Таджикистан просто не поменьше почему казахи могут быть маяком например из того что мне ближе там кто о чем малый свои расчески в секторе ВПК в секторе безопасности обороны по домашниванию западных в том числе турецких образцов вооружений институционально Казахстан стартанул раньше азербайджанцев раньше азербайджанцев у них наработки все есть они торговали А-400М даже когда-то там они предаторы торговали они собирали линейки я просто не держу в голове на выставке был у них в районе аэропорта у них стояли чуть ли не технопарки с французами они имели достаточно СЮАР и так далее то есть там вот эти пути с азербайджаном по локализации у себя неважно чего подход важен и так далее потом быстренько это дело кстати подзаглохло после 14-15 а не долго это восьмой год это началось если не ошибаюсь если ошибаюсь могу поправить то есть у них институционально все наработано про турецкие школы я вообще молчу там язык там сейчас вот там оппозиция про демократическое обезыроние говорю в Казахстане возмущена вроде бы там приостановили могу ошибаться процесс перехода на латиницу приостановлен все возмущаются и так далее ну то есть тут понимаешь ну все же понимали в какой экосистеме был Казахстан все это прекрасно понимают помнишь наш этот Айдар Аренбаев друг примет его большой он смотрит про 38-й год как он сказал бог знает когда что Казахстан между Китаем и Россией как Польша в 38-м году между немцами и СССР то есть поэтому а сейчас видимо что-то случилось один провисает один из полюсов вот как это опять же казахская поговорка медведя можно победить только обнявшись с ним пересидеть и потом когда медведь начинает умирать поддушить его вот и все наступят ли в логике Казахстана такие события сейчас или нет ну я не знаю посмотрим просто честно говоря я для Пекина не вижу смысла оставлять варианты русским чтобы они контролировали и эту часть фактически ну не ну слушай ну согласен но не будет этот процесс скажем так быстрым в пользу Китая потому что ну слушай ну вот опять же если ему что-то надо вот сейчас приходи бери какие проблемы приходи бери ага ты не забываешь еще другое про субъектность самого Казахстана почему ты забываешь правильно не вот именно за такая сейчас важно сыграть турки запад что эти все межтранснациональные компании у него зря что там что-то сидят безусловно запад турки ну тут опять же распространение турецкого влияния назовем это так на Казахстан и далее на Центральную Азию в условиях ухода или провисания Российской Федерации оно глобально возможно в двух форматах борясь с тем же самым российским влиянием или в противовес Китаю или опять сори за это слово как ситуативная прокси Китая чтобы Китаю стало интересно турецкая экспансия которая выдавливала бы российскую а дальше извините а других форматов нет я не вижу Турции как отдельного полюса против Китая или против России на этой территории это если это читают люди Эрдогана они не знают там чур меня чур говорят потому что эти вещи почему-то звучат откуда угодно только не с самой Турцией в нынешней предвыборной логике в известных проектах с известными словами про субъекты смотри там тут еще один есть момент линия Астана-Ташкента конечно да которая уже становится противовесом Астана-Ташкент нужна хотя бы потому что из всех из всех центрально-азиатских стран я цитирую опять же казахских экспертов в военном плане субъектен только Узбекистан если не дай бог начнется сериализация регионов известно откуда то Узбекистан самостоятельный игрок и может перевалить он может повоевать кроме всех остальных все остальные реципиенты безопасности известно чьи а готова ли та же Турция сейчас в нынешней своем составлянии быть исключительно донором безопасности не готова мы уже говорили нужно ли обострение хотя бы на Южном Кавказе нет я считаю чтобы там такие пропаганды не говорили не понтовать этого нет вот и все поэтому но сейчас вот опять же в логике Китая под российской модерацией есть противостояние Кыргызстана и Таджикистана Китаю ради бога пусть кусают друг друга они не выйдут за какие-то рамки которые чей выход бы угрожал тем же самым китайцам ради бога в чем проблема хаотизация процессов которая заставляет вечные режимы этих республик смотреть по сторонам это на руку китайцев там-то зачем спешить все что им надо экономически они там имеют и в Казахстане в процессе январских событий ничего никто на китайскую ни на одну инвестицию не наехал так и на западную инвестицию не наехал и на западную тоже и на западную тоже вот и все просто вот вот тут есть нюанс те же дороги которые китай сейчас строят через Казахстан через Кыргызстан через Таджикистан через все три страны заметь они предполагают он срезает срединный путь правильно они предполагают стабильность и мир так что пусть кусают друг друга это тоже не очень выгодно ну слушай ну вот в момент могу ошибаться у Рауфа Казахстан классно это все разложено подписали все эти логистические коммуникационные вещи в тот момент когда они подстреливали друг друга это все жило в двух измерениях отдельно никак ни на что оно не повлияло вообще там где китайские деньги приходят строить любую дорогу там я не знаю через дорогу будет идти третья мировая эта дорога построится ну пока так в Техасе грабят банки только техасцы да да ну что тебе сказать в принципе мы прошлись по всем пунктам и мы в принципе сегодня сделали следующую вещь очень я думаю интересная связка идет важности Центральной Азии для Южного Кавказа и конечно же желательно было бы чтобы ВСУ опять-таки ВСУ опять-таки все зависит от ВСУ фактически уже то что сделано 8 даже месяцев назад или даже 7 даже полгода назад если бы мы с тобой говорили бы вот в таком тоне обо всем этом ну да я я полностью здесь согласен вот ну не не скоро пока не скоро скоро сказывается да не скоро дело делается да это действительно так да это действительно так тем не менее верим ВСУ и слава Украине героям слава спасибо что терпите до новых встреч вот так что это